Как-то раз, зайдя на официальный сервер, у меня в голове была идея огородить заправку и построить там свое поселение, где жили бы бомжики, которым действительно нужна была помощь. Но на нашем пути и кроме добрых путников встречались и предатели, которые делали все, чтобы нам помешать. Вас ждут интриги и расследования, доброта и грусть и интереснейший сюжет. А если вкратце, то этот ролик под названием «Короли заправки». Обязательно подписывайся на канал, ведь именно так мы с вами совершим новую историю и соберем наш первый миллион. Не забывайте ставить лайк, писать комментик и участвовать в розыгрыше на ПК в моей группе ВК. Всем приятного просмотра. На сервере произошел Global Vibe, и это означало только одно. Намечается интереснейший контент, ведь изучений нету абсолютно ни у кого. И что самое приятное, что в этот период времени можно встретить много дружелюбных бомжиков. Но все они были дружелюбны и ровно до того момента, пока у них не появилось копье. Поэтому мне нужно было как можно скорее скрафтить себе лук. И вот как у меня появилось оружие на старте, я побежал фармить фермеров. Ведь на этот сервер уже зашло больше 700 человек. Вначале я хотел построиться возле маяка, но потом я понял, чтобы реализовать наш плен, нам нужно было построиться у заправки. И пока я бежал до заправки, мои друзья Пончик и Рилхит уже вовсю отгоняли бомжиков, которые пытались там построиться. Это ты с луком? Это ты, Дим? Да. Сюда, 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 сюда. Первым же делом я максимально близко к гастейшену поставил пару фундаментов и шкаф, чтобы это место никто не занял. Бам. О, копьё крафтил, спасибо. Отстроив небольшой макет, нам оставалось всего лишь нафармить металла, чтобы поставить хотя бы кодовый замок. Так, короче мы занимаем гастейшен, 100%. Отлично. И поверьте мне, этот гастейшен пытались занять очень много бомжар. После того, как у нас появилась дверка, я побежал искать камушек, и там же на меня напали какие-то два типа. Одного убил. Второго убил. И справиться с ними у меня не составило труда, потому что у меня был лук. Так тут вообще нормально. У меня ещё двое. Один с луком. По мне попали. Дал хит у Биова. Там ещё лучше, чтобы стрелять с тобой. Блин, я в него два копья дал. Он живой? Нет? Нет. Плюс лук. Короче говоря, начало у нас было максимально динамичным. И скорее всего нам повезло, ведь мы заняли хорошее место самыми первыми. А ещё к нам частенько приходили клановые игроки, которые построились напротив супермаркета с другой стороны. Как я и говорил, они оказались нашими соседями, которые жили вот в этой маленькой кибитке. Эти типы всё ещё тут, которые нас убили. Но они будут это тоже занимать. А я, походу, нашёл уже, где они живут. И за нашу заправку нам приходилось драться не на жизнь, а на смерть. Дал хит одному. Лево, 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 Илюха, лево, лево, Илюха. Пушим, 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 пушим. В заправках. Дал хит. Дал голову. Дал голову ему. С чиркой. Блин, почему я? Кидает. И именно в этом моменте у нас появилось очень серьёзное оружие против всех бомжа. Так, короче, крафчу кодовый замок и нужна вторая дверь, очевидно. Дал хит ему. Убил. Илья! Дал хит, убил. Поставил дверь ещё одну, всё, у нас сейва. Давай копия все переработаем. Тип бежит. Забежал к тебе. А он не про... А, спа... Я умер. Два типа. Он правее. Кто-то с луком что валяется. Я лежу. Он валяется? Не валяется. Да, он вроде валяется. Да. Поднимай лево. Ещё идёт. Ещё убил. ЖЕСТЬ! Ха-ха-ха! Просто жесть. Я столько типов в жизни не видел просто. Короче, первоначально всё было довольно неплохо. Ящики у нас стабильно забивались. А в нашем домике даже появился костёр, в котором я жарил мяско. А также мы поставили ещё одну дверку. После я стоял и перерабатывал все оставшиеся наши ресурсы. И увидел то, что над нами пролетает аэрдроп, на который мы точно обязаны были сходить. Дроп падает недалеко, ребят. Угу. Нам 100% туда надо идти. Это был первый аэрдроп после глобал вайпа. И означало это только одно. Что там будет лютая жесть. Дроп падает вообще. Я думаю, его никто не заберёт. Ну типа там только лучшеньки могут прийти. Он в поле падает. Слышь, никого нет. Никого нет по дропам, но мы можем забрать его. Кройте, кройте. Ещё, 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 бежит, бежит, бежит. Лутай. Меня убивают. По мне стреляют лучше. С дороги, с дороги. Чуваки, тут их просто тьма, блин. Бежим домой. Уходи, 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 убегай. Я не могу уйти. Не мешай. Убил ещё. Убил ещё. Ты ласт остался, уходи, просто уходи. За мной выдвинулась просто толпа бомжей. И мне не оставалось ничего, кроме как откидывать гранаты. Убил! Убил гранатой! Убил типа с кушкой. Ещё убил. У них, возможно, лесов много. Ещё убил. А мы всё забрали? Я 160 скрапа ещё забрал оттуда. Ту-ту-ту-ту, убил, убил. Ту-ту-ту-ту, убил. Ещё убил. Ту-ту-ту. М-39 это такая им бища. У нас, кстати, на второй верстак есть. Илья, Илья, вот смотри. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, что это за полыны? И гранатка наперевес лежит, смотри. Это просто топ. А также после нам пришлось плотно подформить камушка и металла. Нам нужно было как можно быстрее расширять наш дом. Всё, заправляйте печкой. Это был действительно сумасшедший старт. Ведь спустя один час после глобал вайпа у нас появился второй верстак. Сюда. Всё, у нас есть верстак. А позже мы заметили и вовсе, что в нашем лесу кто-то построился. И эти бомжи постоянно к нам приходили. У меня тип. О, теперь я знаю, где они живут. Наши соседи тоже любили последить у нас под домиком. У меня тип под хатой. А! И чтобы избавиться от дуркемперов, нам нужно было срочно расширять наш дом и делать выход со второго этажа. Надо будет буферку сразу поставить. У нас будет два входа в дом. Кайф. И оружие, которое мы забрали с дропа, тоже привносило свои плоды. Убил его. Ну слушай, это дисбаланс всё. Это непобедимая как бы уже армия у нас. И чтоб вы понимали, заправка при таком онлайне просто была золотая жилка. Мы постоянно лутали ящики, буквально раз в две минуты. О, я на ящик. СМГ! Чё? СМГ? СМГ! Да ну нахуй, чувак. Тем более, что лут там выпадал довольно неплохой. Соплю, кстати, тоже нашёл Илюха. Блин, я ничего не вижу, ну куда ты кинул? Ха-ха. А СМГ-шечку мы сразу изучили. И в этом же дропе выпал очень важный предмет. Сочельки. Пока была ночь, мы решили сбегать и разведать обстановочку, как обстоят дела у наших ближайших соседей. Это один этаж и окна, а зачем тут окна? Это что-то большое тут собирается строиться. Слышь, а что если их бахнуть? Быстро сочели скрафтить, слышишь, и бахнуть их нафиг. Ну было бы норм. У них там деревянная дверь. Ну да кирка просто нормально. Шкаф вот здесь находится, смотри. Пончик, вот у шкафа. Со спасом сюда приходишь, они ничего не сделают. Просто со спасом вот сюда встал, они даже выйти не смогут. Слушайте, пойдём фармить? В общем, планы у нас были действительно грандиозные. Нам всего лишь оставалось пофармить немного серки. Короче, всё, фарм, 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 фарм. Только фарм. Окей. И ничего кроме фарма. Наш девиз. Мы... Серные войска! Что мы делаем? Фармим. Фармим когда? По дням, которые называются НС. Среда, субботы и сегодня. Далее нас ждал самый увлекательный контент. Вы не представляете, как я люблю долбить серные камушки кирочкой. Это же самое увлекательное занятие, которое может быть в расте. Тем более, когда с тобой рядом ещё два таких же рудокопа. Пока у нас переплавлялась серая, я бегал и добавлял буферки в нашем домике. А также мы переработали сачельку и изучили бобовку. И уже практически всё было готово к тому, чтобы начать рейдить наших соседей. Блин, так долго всё плавится. Да, пока мы накрафтим всё, они уже там всё сделают. Ну а пока у нас всё плавилось, мы решили немного разведать обстановку и посмотреть, насколько же сильно у них вырос домик. Тут... тут большое, слышишь, тут уже большое стоит. Они грядятся, они мультишкафы ставят. Добежав до дома, я поставил на крафт лестницы, и мы решили один разочек наведаться к ним без взрывчатки, взяв с собой всего лишь спас. Блин, мне кажется, они поставили уже всё на крыше. Да? Слева типа. По мне. Я на крышу полез. Тут всё открыто на крыше у них. Блин, ну как всё, да не всё. Короче, очевидно, надо... Блин, а как под дверьом их бахать? Тогда у них вот здесь шкаф, в этом другом. Да, вот здесь у них шкаф стоит. Хозяева были в онлайне, нам нужно было всего лишь поставить их на кд, чтобы нам никто не мешал. Убил его. Блин, вот сейчас самое время их бахать. Я спрашиваю, мне идти за сачелями. Я кидаю за сачелями. Стой, 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 стойте тут, кройте. Я сбегаю, мне там крафтить их ещё надо. Быстренько добежав до дома и скрафтив ещё немного сачелей, мы побежали бахать наших соседей. Ведь если бы мы их не бахнули, то они бы нас точно пришли этой ночью взрывать. Только главное сейчас мне взрываться. Крышу сейчас надо мажем, стрельните в крышу. Какую из... Вот это надо разбить. Вот, разбивай. На. По две сачели просто, два слота. На, Илюха, тебе тоже. На, пончик, тебе ещё. Всё, готовы? Стой, я сейчас покажу на какой, и вы за мной. Вот на это, смотри, раз, два, три, поехали. Они без звука бахаются, чё? Со звука у меня, со звук. Это у тебя забагалось. Хорошо бахают, очень хорошо. Найс, лут. Ой, 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 господи. Тут шкаф, тут шкаф, тут шкаф. Тут есть что-то? Я запрыгнул, я тут, всё, я стою, контрю. Скидываю чирку. Немного реза, шкафы запасные есть. Кинул чирки и... Картеч есть, шкаф могу разбивать. Компонентов ещё мало. Контрид дверь. Контрид вход. Хорошо. Разбиваем, разбиваем, разбиваем. Разбивай шкаф. Всё, разбиваю. Разбивай шкаф. До уголова дому. Живёте? Убил его, убил. Убил, типа. Ещё одного убил. Хорош. Один остался с арбалетом. Мы можем уходить, а шкаф залутал. Я печкой лутаю. Контрид. Там, там я залутал. У тебя типы! Он, он закроет меня. Он закрыл меня. Уходи. У тебя много резов? Да, я пфул. Уходите. Ребята, залутали всё самое основное, а я остался в этом домике, потому что меня закрыли. И мне не оставалось ничего, кроме как делать им небольшой ремонтик. Я могу попробовать пробуриться на улице. И знаете, вы мой голос слышите сейчас нормально, но то, что они слышали, я вам сейчас продемонстрирую. Алё, внимание, вы потеряли дом. Повторяю. Вы лишились дома. Диджей Сирсыр представляет. Я влетаю в твою хоту, бро, ты это знай. Тебе уж не спасти свой лут, и лучше убегай. Им это настолько не понравилось, что они собрались толпой, чтобы меня замесить. Я думаю, они оценили мой рэпчик, что они аж втроём на меня выпрыгнули. Ах да, пока я их отвлекал, Пончик и Илюха поставили им пару шкафов. Таким образом, мы избавились от огромного клана, который собирался построиться прям возле нас. Первые часы вайпа, мы были в абсолютной безопасности. Ведь мы избавились от самого опасного клана, который находился возле нас. И пока у нас было время, нам нужно было придумать, как мы застроим заправку. Отойди, я гаражку влеплю и уйду. Мы ещё самую малость укрепили наш домик, я поставил гаражку и побежал фармить камушки. А по приходу домой вспомнил, то что я закрыл Пончика и поставил не тот пароль. Но знаете, Пончику это не помешало, чтобы расслабиться в этой лутовой и хорошенечко отдохнуть. Ты тупо на расслабоне, да? Я подбирал пароль. А чтобы нас точно никто не за радио не забрал наш шкаф, мы решили его перенести на второй этаж и построить там мини-бункер. Офигенный шкаф. И всё остальное время я бегал и фармил лес, который находился возле нас. И в какой-то момент меня настигло прозрение. Я понял, что я могу скрафтить чайный столик и намутить себе чай на фарм дерева. Я могу два чая сделать. Может один на сто процентов сделать? Мне пришлось отправиться в лес, чтобы пособирать ягодки, ведь один чай на сто процентов был в два раза лучше, чем чай на пятьдесят. Простая математика. То есть мне бы пришлось фармить дерево в два раза меньше. А на нашей заправке постоянно происходили какие-то файты. Бомжиков, желающих что-то залутать, здесь было довольно много. Вы офигели, что ли? Вы из этого упали уже, чуваки. Ну и конечно же, без соседей, которые сидели у нас под домом, мы не обошлись. Он меня убил. А как только наступил рассвет, я побежал расставлять шкафчики по всему периметру вокруг заправки, чтобы в будущем полностью огородить эту территорию забором. Бам. Бам. На мне. Не вижу. Подкрадывался. Присчитал. Наказан. О. Сейчас мы этим подарок поставим. Тупо отель Paradise Fox будет. Тут не наш шкаф. Вот он бахнило. Потом я еще раз пробежался по кругу, раскидал везде металлические двери, чтобы наши шкафы никто не забрал, и отправился отдыхать. А тем временем наш сосед разбушевался, и Илюхе пришлось с ним разбираться в одиночку. Я говорю, шкафчик как стоит? Нормально или реддит надо будет? Там мне не мешает, в принципе. А, ну тогда норм. Сразу проясню, про какой шкаф он говорит. Когда я вышел, он прибежал и поставил свой шкафчик прямо возле нас. А ну куда еще можно поставить шкафчик? Сейчас посмотрю. Ты мне отбиваешь их голову. Я по типу стрельнул, который на горе бежит. Не видишь, он там на горе, тип? А что твой друг-то вышел? Ты мне шкаф поставил. Я не тебе шкаф поставил. Я поставил шкафы вокруг. Типа, ты не видишь, тут везде шкафы мои. Таким образом, чтобы не мешать друг другу, Илюха смог договориться с нашим ближайшим соседом, который постоянно сидел у нас с Чиркой. И этой же ночью Илюха жестко размотал какого-то челика в метро, который там фармился, и принес нам Томпсон. На следующий день, как только я зашел на этот прекрасный сервер, мне нужно было переработаться, чтобы как минимум изучить турельку. Потому что отбиваться от челиков, которые постоянно сидели у нас под дверью, было просто невозможно. О, это супердед. Не, конечно, можно огородить сейчас полностью. Надо отчаянные, короче, эти листи найти. Изучим забор и все огородим здесь. В конечном итоге, скрапа нам хватило, чтобы полностью пройти ветку изучения до турели. Так, включаю прожектор. Я свечу ящики, короче, надо их лутать. И в это же мгновение я познакомился с нашими новыми соседями, которые стреляли по нам с крыши. Они явно были агрессивно настроены. А зачем они по нам стреляют? И дабы обезопасить наш домик, я провел электричество и расставил турельки. Сильно ее видно? Ну да. Я не вижу вообще. Ну ладно, пусть подпускает. Запитав все турельки, я наконец-то мог спокойно выдохнуть. Ведь я понимал, что больше по домам у нас никто не будет сидеть с двушкой. А потом на Илюхе я даже затестил новую флешку, которая, мягко говоря, сейчас практически бесполезная. И когда я проводил турель, я точно не ожидал, что по домам у нас умрет челик, который принесет нам две сопли. У нас две сопли под хатой и 400 скрапа. Э, куда пошел ты? Ха, офигеть, а мы две сопли, слышь, запустим. Прощай, пенчик. Помните соседа, который прибегал и поставил нам шкаф? Так вот, когда он выходил с сервера, он попросил присмотреть за его домиком. Ведь он обещал вернуться спустя пару дней. А взамен мы могли пользоваться его большой печкой. Тут, кстати, место топ. То есть, где он живет, тут прикольное место. Тут есть кусты, куда можно турели поставить. Но мы будем следить за этим домом. Сейчас будем тестить флешку. Флешбэнк! Флешбэнк! Оно даже доме не стоит. Ха-ха-ха-ха! Я, типа, прям на лицо флешку кинул. Но он все равно меня увидел. Флешка топ вообще, мне нравится. У нас два дропа упали уже. Наши соседи прогрессировали не по днём, а по часам. Они даже отстроили какую-то отстрелочную, чтобы стрелять оттуда по нам. Там 50 бомжей дроп залутали. Ты что, убиваешь? Где они? Где лучник еще стрелять? Не знаю, где он, но дроп залутали. А, вот сочель. Вот он дроп. 150 скрапа. Подожди. А, и спас, что ли? Я с него... Все это, все, да? Наши соседи постоянно по нам стреляли. И когда нам это надоело, я скрафтил лестницы и побежал к ним. Еще бур. А, сейчас, 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 я его сейчас кину, двое, и двое, и двое, и двое. Не знаю. Флешбэнк! Ха-ха-ха-ха! А, граната! Я не могу в окно попасть, а? О, я убил их! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Продолжение следует... Я всех убил нафиг! Я приоделся чуть-чуть. Так, короче, надо дерево формить. После того, как мы выбили у них строчку пушек, на крыше они практически не появлялись. И у нас появилось время поформить дерево. Наступила кромешная тьма. И чтобы безопасно фармить в такое время суток, мне нужно было провести турельку. Тебя убьют, зачем они тут сидят? Это была наша переносная установка, которая защищала меня во время фарма. Так, турель готова. Переносная установка чисто, готова к работе. Прикрывай меня, моя сладкая. Уже будут фармить дерево, поскольку. Все, я начал свою работу плюс 100%. И на официальном сервере фармить по чаем, это просто реально кайф. Ну, что тут кроличьи из хрон получают. И казалось бы, мы уже были практически готовы возводить нашу крепость. Но все же, первым делом мы решили избавиться от наших соседей, которые постоянно по нам стреляли. Тем более, они постоянно куда-то летали на коптере. Это означало, что ресурсы у них точно должны быть. Они еще будут загонять его. И только мы запланировали угнать их коптер, как вдруг это сделал кто-то другой. Да, голову водили, водила без башки. Еще разобьет? Блин, может их бахнуть, этих типов, которые на коптере летают? Ты прикинь, сколько у них ресов? Это я. Да, конечно, на коптере летают. А, ты был? У меня на зеленком грустят. Нет, сейчас они прилетят домой, мы скрафтим еще одну сишку и бахнем их. Хотя у нас сачели уже готовые есть. Как тебе идея? У них дом 2х2, каменный. Чтобы скрафтить сишку, нам нужен был третий верстак, которого у нас не было. Но у нас был выход из этой ситуации. Мы могли скрафтить сачельки. Но для начала мы все-таки решили огородиться забором. И когда я выставлял стенки, я увидел то, что мы столкнулись с еще одной проблемкой. Шкафы наших соседей. Что, бахнем соседа нашего? Я не думаю, что сишку придется потратить. Я думаю, потратим на этот сачельки. Немного надо будет. Если что, кое-где можно будет выжечь забор и поставить туда уже стенки. Ну, точнее, ворота. Что, я крафчу сачели? У нас, по-моему, где-то есть сачели крафченные. Три. Ну, где-то пять сачели у нас точно есть. Но первым делом мы подумали, что надо выселить нашего соседа, который по нам стрелял с крыши. Поехали, прям фастом просто. Турболежим. Патроны. На что тебе патроны? 5,5,6. Где-то я их видел. Илюха. На. Нашел, да, ему патроны? Дима. Нет. Все, нашел, я нашел. Дима, она. Давай. Хорош. Пофиг. Мы... Вот просто есть еще рядом дом, видишь, он побольше. Вот оттуда выходит и... Убивай, убивай его! Не, не, я не успел, он меня заберет. Что, просто бахаем тогда эту большую вышку. Парни, вы что, вам, как бы, вы совсем глупые. Я все. Переносик начинается. Последняя, бахни! Залетаете. Просто забей. Мимо? Да, это не шкаф. Но мы можем контрить дверь у них. Пока Пончик с Илюхой контрили двери, я сбегал до дома и скрафтил еще сачелек, чтобы добахать у них домик. Меня убили, он в окне, поднимай. Ты можешь по-тасу поднять меня. Еще одно окно открыл. Убил его. В смысле там ничего нет? Тут ничего нет в прямом смысле. Тут дальше деревянная дверь. Штучку свою поднял. Так вот и подъем был, чуваки. Ну левая дверь к шкафу была. Короче, нам пришлось провернуть ровно то же самое, что мы делали ранее. Я сбегал до дома, Пончика и Илюхой контрили двери, но на этот раз держать у них натиск не получилось. Туда прибежал какой-то клан, который жил вот на этой горе. Ну пока они там, смысла нет. Ну хорошо, пускай они контрят, а мы сейчас сачели доделаем. Когда они уйдут, пойдем дорейдим их. Эти клановые игроки сделали за нас небольшую работу. Разбили деревянные двери. Нам оставалось всего лишь добить дверь к шкафчику. Смотрит вас, смотрит палец. Я чуть не взорвался. Успел, успел. Давай еще одну. Тут шкаф открыт. Тут ничего нет. Застраивать. Илюха чисто. Илюха с собой танкует. Сюда бежит кто-то, Дима. Бомж, справа. Я душечка принял. Он находит. Рожь, хорошь. Так, я могу у них дверь застроить. Вот тут надо застроить. Да тут надо дверь поставить, потому что там чел сверху спрыгнет. Вот тут, Дима, вот тут. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот тут, да, 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 да. Я его выписывал еще со шкафа. Понимая, что он, скорее всего, все перенес, мы выбили у них последнюю дверку. Одиннадцать. У меня ласт патрон. Пять хп. Стой. Я первый танком. У меня патронов нет. Так, тут сумка какая-то. Есть, Томпсон? Залетаю. Пять патронов. Тут никого нет. Убил. А, он выпрыгнул через окно, походу, слышишь? Не, вряд ли... О! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Что? Ящики, чекай. Тут серое есть. Тут, видишь, переносил. Есть резцы. О, так это норм, слушай. Это норм, это прям норм. Это окей. Мы потратили немного, в принципе, но это норм Это прям норм Убил Убил его О, Томпсон А, Илюха, блин Давай, добываю, там не было видно ника О, так норм вход, ты можешь эту дверь воткнуть? Сейчас Я покандри вход Илюха, инфу, давай крутись там, 308 Он снизу заспавнился Убил? Да Все, ставь дверь на вход Тут чувак с двушкой сидел Ты убил его? Да Хорош Да, классик, классик Ха-ха-ха-ха Все, это наш дом, Фолк А что он тут делал? Как он тут оказался? В целом, в этой башне ресурсов было не так много, как хотелось Но зато мы выселили руфт кемпера А дальше оставалось всего да ничего Просто подфармить серки Чтобы зарейдить соседа и забрать его шкаф, который мешал нам огородиться забором Да Хорошо, что под нашим надзором была большая печка нашего соседа, которую мы могли спокойно использовать А еще, в этом же вайпе вы просто не поверите, кого же я встретил на аутпосту Вы просто посмотрите на его ник Да-да Вам не показалось? Это тот самый Эльбио А тем временем на нашу заправку продолжали приходить щелики с речки Но убегать с нашей территории у них получалось не всегда А наша база потихоньку превращалась в неприступную крепость Я улучшал все, что только видел И наконец-то я докрафтил заветные сочельки, чтобы выселить нашего соседа О, тут открыто все Ооо, нифига слышишь, что у них было? Дверь, дверь, дверь целый замок скинул Оу, еееее Не, в принципе нельзя оправлять Миссия выполнена, поздравляю, пончик Пончик, мы справились Ура! Ура! 500 лет фарма, чтобы построить забор После того, как у нас появилась полностью застроенная территория Мы сделали небольшую защиту и провели турели, которые смотрели бы на дорогу А тем временем Пончик уже познакомился с каким-то бомжиком и пообещал ему построить небольшую комнатку, чтобы он мог тут спокойно жить. Такие блокпосты у нас появились с двух сторон, и у нас была полная защита. А после началось плотное строительство. Из одного шкафчика я решил сделать приют для бомжей, которые пытались развиться на этом сервере. Мы предоставляли для них перерабочий, который находился под нашим контролем, и полную защиту от клановых игроков, которые не давали развиваться обычным игрокам. Но как вы видите, не все поддерживали наши планы. А еще мы действительно придумали гениальный концепт для нашего отеля или приюта, как вам будет удобнее. Он был максимально маленьким, просторным, вместительным и мало кушал ресурсов в сутки. Погоди, погоди, стой, стой, стой. Тут можно было сделать отстрелку, выход наверх и отстрелку такую с крыши, не? Сейчас посмотрим. Приют уже практически был готов, оставалось придумать его название. И мы с Пончиком, отталкиваясь от формы дома, решили назвать его «Полный звездец». И первых постояльцев ждать нам долго не пришлось. Последнее, что мне оставалось сделать, это развесить таблички и написать на них номера. Таблички классные, в общем. Раз. Кто здесь сидит? Алло. Признавайтесь. Дед, это ты? Мне придется выйти и убить тебя опять. Ты не устал уже умирать? Сера дофармится. Сера дофармится, блядь. Вы в онлайн-вой, в оффлайн-вой идете, блядь. Я все у вас заберу, нахуй. Ха-ха-ха. Максимум, что ты можешь забрать, это мой картечь. Я все заберу, все заберу. А впереди нас ждало только плотное заселение различных бомжиков, которые хотели выживать на этом сервере. Присмотришь номер в отеле, что ли? Да я тут зашел. А, у вас отель есть? Ну вот, это мини-отель. Чем у вас отель? Ну, четыре тысячи дерева, типа. Ну, вообще недорого, мы так чисто символические цифры берем. А я нафармлю и приду. У вас будет кирячка такая, ой, топор. Там еще и пять тысяч нафармлю. Так, топор, да? Ну, сейчас надо ящики расставить, сейчас рассвет будет. И, как вы видите, с каждой новой минутой желающих становилось все больше и больше. Потому что на этом сервере, как вы знаете, выживать было очень тяжело. Некоторые из них даже не могли построить себе домик. Пойдем, топор, да? Привет! Стой, не подходи, стой, 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 стой. Стойте тут. Там вон, там злые турели. В целом, в доме будут все удобства. Можете пройти, я покажу. То есть, тут еще печки будут, спальники, тут ящики будут, а сверху лампочки стоять будут. То есть, даже электричество будет, чтобы вы понимали. А, нет, да лампочки. На, на-на-на-на. Первоначально мы заселяли всех, кто только хотел поселиться в этом отельчике. Вот, тут скоро вся вообще красота будет. Сколько стоит отель? Ну, тысяч пять дерева. Этого хватит. А в наши магазинчики мы закинули предметы, которые нам уже были не нужны, чтобы они покупали за скраб. Ведь цены на этом сервере у нас были самые дешевые. Каждый житель этого приюта получал еще и пароли от ворот, чтобы они могли спокойно передвигаться. А на всех табличках, чтобы я не путался, я написал ники, тех, кто там живут. Наказан. Всю семью твою отставил уже, блядь. На, забери черту обратно. Смотри, сколько камня у нас. Вы просто посмотрите, сколько здесь камня. Это, это лакшери плейс вообще. В целом отель у нас довольно быстро развивался. Но на нас частенько нападали другие игроки, которые пытались убивать моих постояльцев. Э, дядя, помоги, куда ты закрылся. Где он? Убил его. Да. Там за скраб можно купить оружие и так далее. Меня зарейдили. Ну вот, смотри, магазины, там и оружие, и все продается. У нас настолько быстро скупили комнаты, что мне пришлось еще достраивать вип-хаусы, в которых было немного больше места. И продавать я их собирался уже за скраб. Не, нормально, смотри. А, тут у нас еще молока вы, слышишь? Ты хочешь номер в отеле попасть? Так, у нас остались только вип-номера, либо я отстрою для вас специальные бомжатники. Вип-номера дороже будут бомжатники. А сколько вип-номера стоят, ребят? Подожди, подожди, вип-номер был? А что ты мне раньше не сказал, сколько вип-номер стоит? Так вот вип-номер. Да, ребята, в очередь, в очередь, я за вип-номер. Смотри, покажу. Так сколько вип-номер стоит? Вип, сколько стоит? Сколько вид? Эм, не пульсированный. Ха-ха-ха. Давай, давай, давай. А сколько? Посмотри, смотри, сколько это место. Сторни комнаты. Для красоты. Да, да. Сто 20 скраба на стать. Все, ребята, и вы как хотите, а я пошел по-настоящему. Так, стой, 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 скажи, сколько еще раз стоит? Сто 20 скраба. Всем будем бизнес делать, Плантир. Ихираси. Ну вот ты что хотел? Ты видел, какие хоромы? Потому что у меня кент зайдет позже. Да, она держит. О, спасибо, пойдем. Вот, первый покупатель без вопросов туда переехал. Видите, как надо? А не вот это вот, все. Чувак, 120 скраба, сюда просто. Ха-ха-ха. А также, для жителя этого приюта, я подготовил различные задания, за которые они могли получить награду. Я тебя спас и в благородство играть не буду. Принеси мне 60 медвежьего мяса, и я дам тебе берданку. И 40 патронов. Удачной тебе дороги, сталкер. Задания были совсем разные. От добычи каких-либо животных, до поисковых миссий, таких как принести ягоды на фарм. Но это был мой тоже мини-бизнес. За каждую выполненную задачу, я давал им какой-нибудь приз. В виде оружия. Но чтобы приступить к выполнению этих задач, нужно было как минимум купить записку за 25 скраба. Тем временем, пока я прописывал все эти задания, моих постояльцев кто-то приходил обижать, и мне пришлось разобраться с этим негодяем. Куда собрался, а? В целом, ребят, кто хочет выполнять квесты, там бывают различные, короче, за 25 скраба можно купить квест. Награда там, оружие и так далее. Таким образом, мы довольно быстро могли нафармить скраб, который действительно нам был нужен. А еще, я надеюсь, вы помните, кто такой ИДЛ. Это тот самый челик, с кем мы защищали базу китайцев. Он пришел сюда, чтобы попросить построить ему какую-то кибитку, потому что ему нужно было нафармить много ресурсов, чтобы содержать дом. Вообще, пойдем. Я тебе могу шкаф выделить, ты можешь тут построиться, если хочешь. Прям вообще шкаф выделить. И, наконец-то, маленькими шагами я добрался до того, чтобы поставить ветряк и провести электричество в отеле. Сейчас я тут поставил этот... Я умру сейчас от холода. Ой, от голода я умер. Да-да-да-да, что-то. Я лампочки провожу, да. Сейчас всем проведу и буду свободен. А тем временем жителям тоже было чем заняться. Они выполняли квесты и не мешали мне обустраивать этот отель. Давай, черепа. И в какой-то момент мы даже решили собраться и полутать лабораторией вместе. Кому гарпун дать? У кого гарпуна нет? О, под нами тип... Сюда! Он фульный! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Сюда просто. Стой, подвези. Плыви направо, направо, направо. У меня домик есть. Компоненты, которые я выбил, я решил скинуть в свой маленький домик, который стоял на берегу. Друг на лодке стоял в море и ждал, когда же я доберусь обратно. И после мы с ним вместе отправились в лабораторию. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы пришли зачищать лабораторию. Как у вас дела? Вы чё за... Вы тут типов затушили, что ли? В конечном итоге лабораторию мы полностью зачистили. И всё остальное время просто лутали компоненты. А когда мы добрались до дома, я услышал взрывы. И угадайте, кого рейдили? Клан, который находился в зиме на горе. Это дом над нами рейдит? Слышишь, клан выселяют. Офигеть, смотри, тут война жёсткая. И в этот момент нашей главной задачей было что-нибудь оттуда ёнкнуть. Ведь, как вы знаете, на больших рейдах особо за всем не уследишь. А, ну ладно. Минус-коптер, что? В принципе, клановые игроки за меня делали всю работу, а мне оставалось всего лишь лутать. В каком-то из трупов я даже успел увидеть ракетки, но залутать его не получилось. Но вы не расстраивайтесь, ведь за меня это сделал кое-кто другой. Ну, три ракеты в тебе было. Ракета была? Я несу домой. Ну, три ракеты в том трупе, который ты этот. Ты забрал три ракеты? Я. Короче, с этого рейда мы явно оказались в плюсе. Ведь оттуда мы смогли ёнкнуть три ракеты, которые нам явно нужно было изучить. Таким образом, этот день выживания подошел к концу. Ну, а на следующий день появились новые проблемы. Как вы понимаете, по традиции в нашем отеле появилась мышь, которая убивала своих жителей и лутала их. Но делал он это максимально по тактике. И кто это был? Я на тот момент еще даже и не знал. Как только я зашел на сервер, меня убил челиксником патрон. Но это был не наш патрон, который жил в нашем отеле. Это был его двойник, который пытался развести хозяев отеля на то, чтобы мы его впустили внутрь. И я вам больше скажу. У этого патрона кто-то в нашей зеленке был сообщник. А кто нам нужно было найти. Познакомьтесь, Киззи это был еще один сообщник того предателя. И вы можете меня спросить, а почему я так уверен в нашем патроне, что он не предатель? Так вот, вы просто послушайте голос этого мужика. Я тут как в шкаф бегал, чинил, короче. Он явно не способен, чтобы заниматься такой дичью. В конечном итоге мне пришлось на отеле поставить две турели, чтобы они защищали наших жителей. Патрон, ты авторизован, да? О, это твой брат-близнец? Да, да, да. Вот это вообще... Вот это хреновый чел. А этот парень был третий из команды предателей. Так вот, что мы имеем? Патрон, Юрбани, Киззи. Ну а кем же был их сообщник, который жил в нашем отеле? Это нам предстояло еще выяснить. Мы убили огромное количество времени на поиски и слежку, но через некоторое время мне скинули записку, в которой говорилось, что предатель Аладушек, и что он сливает инфу тем игрокам, которые постоянно к нам прибегали с пайпами. Где Аладушек живет? Аладушек, где ты живешь? Что такое? Ну вот просто интересно. Он у нас еще гармонит. Накажи. Я решил не раскрывать ему всех карт и немного сблифовать. Зачем ты обманываешь? Я же помню то, что ты вчера приходил со своим другом Киззи. Нет, что ты вчера приходил со своим другом Киззи. Так у меня... Нет, у меня долончик друг был. Долончик у меня был. И вот это вот, и долончик, все. Ну а зачем твои друзья приходят сюда и убивают постояльцев, мешают? Он еще слутывает наших тип лук. Он все отрицал. Поэтому я заглянул в его комнату и посмотрел на наличие подозрительных предметов. И скрапа, о котором мне говорили жители. Там я его не обнаружил. И тогда я попросил своего разведчика проследить за этими типами, которые постоянно к нам прибегают, чтобы найти их домик. Киззи, нашел! Нашел их дом? Да! Два на один, вот эта вот стандартная кибитка. И как только Илюха нашел их домик, мы собрались с жителями отеля и побежали выносить эту кибитку. Луна, Луна, пускай меня в комнату, собирайтесь, погнали там кое-что сейчас бахнем. Мы нашли, где Киззи живет. Ну и конечно же, мы скрафтили коктейли Молотова, чтобы выжечь у них деревянную дверь. Оказалось, что чтобы выжечь деревянную дверь, хватает всего лишь двух или трех коктейлей Молотова. Это действительно имба. Но в этой же кибитке мы не нашли тот лут, который у нас воровали. А еще в этой кибитке было всего две спалки, а их было как минимум четверо, поэтому, скорее всего, мы нашли только один их домик. А еще, Илюха заметил подозрительное поведение Оладушка, который постоянно бегал и останавливался, будто бы он сворачивался, чтобы показывать своим тиммейтам демонстрацию экрана. В конечном итоге, чтобы нам было спокойнее, мы решили созвать собрание, чтобы жители отеля выбрали, выгонять нам Оладушка или оставить его в нашей команде. Да, у нас по информации некой появилась к... Сейчас мы будем голосовать. Оладушик, подойди сюда. Смотрите, по некой информации у нас появилась мышь, которая сливает инфу своим друзьям, которые у нас сидят и постоянно наших убивают. Его не Оладушик, вот познакомьтесь с ним. Я не знаю, кто-то может быть скажет, что типа он нормальный, кто-то нет. Короче, мы проведем голосование, выгоняем мы его с отеля или нет. Те, кто за то, чтобы мы его выгнали, ставьте палец вниз, вот так. Те, кто против, ставьте палец вверх. Давайте по очереди. Давай, вначале... Луна, что ты скажешь? Окей. Док, что скажешь? Окей. Ирю, что скажешь? Китайец. Патрон. Окей, Тереза. Стой, стой, стой. Я не ту фигню сделал. Воу, вот так. Ну, Оладушик, тебе не повезло. Твоя комната передается другим игрокам. Оладушик, для тебя наказание. За то, что ты вот так вот поступаешь с другими игроками. Парни, парни, если что, у меня есть огнемет дома. Могу дверью выжить. Эй, не надо. Забирай. Оладушик, у тебя есть вариант сейчас перенести весь лут. Мы его не будем пока забирать. Забегая немного вперед, хотел бы вам сказать, что история с этими предателями еще не закончена. Буквально через час после изгнания теория подтвердилась. Оладушик со своими друзьями пришел к нам с Томпсонами и попытался нас убить. Я валяюсь, если что. Ник читается. Угу. Ну, у них где-то в другом месте дом побольше будет. Помимо этих предателей, у нас были противники посерьезнее, которые жили на речке. Они постоянно сидели на болтах, поэтому нужно было что-то с этим делать. Для этого мы даже отстроили нашу ферму, чтобы там выращивать вкусные сочные ягодки, которые приносили бы нам чай. А синие, синие, синие надо еще. Блин, надо хороший ген... Хороший ген надо рассадить. Для начала, чтобы противостоять им, нам нужно было нафармить много серы. А сделать это на этом сервере было довольно сложно, потому что на нас постоянно нападали фулгиры в зиме. О, я вижу фармилу, походу. Клановую. Сейчас догоню ему лицо вскрою. Hello. Чувак. Тут куча просто пушек у него. Ты не слышишь этот замес? Беги. Мы даже нашли в зиме снегоход, который в этом вайпе был действительно имбой. Его больше так не кидает по сторонам, как было раньше. Скорее всего, его немного афмали. Ух, нифига себе. Слушай, они его че, апнули что ли? Его апнули? Мегопад? Да. Он спокойно едет, он не дергается. Офигеть он имба просто, мне нравится. А тем временем домик на воде расширился и улучшился полностью в металл. А еще меня смущали вышки, которые находились прямо возле них. Нам нужно было с ними что-то делать. А че за пушка была? О! Посмотрев на их территорию, я понял, что прежде чем их рейдить, нам нужно было поразбивать турели. Но для начала, я решил скрафтить сишки и пробахать эту вышку. Давай вот тут бахнем, типа, и все. Потолок. Шкаф снизу. Супер. Спальники. Это китайцы. Это какие-то китайцы. Хунчон чунчун написано там у них на спальниках. Шкаф открыт, кстати. Изи. Точно ничего не было? Какого-то... Мега лут. О! О! Семьсот тканей, слышь, спальники. Сюда! Вот это оно! Спальнички. Так, ну че, я тогда спальник, бам, сюда и все. А потом мы с пончиком скрафтили скоростные ракеты и повыносили большинство турелей на их территории, чтобы мы могли на нее зайти. Но это было еще не все. Наконец-то вернулись хозяева этой территории. Думаешь, они смогут меня пробахать? Да, они могут. Он тупо не понимает, откуда я стреляю, слышишь? Он просто и не догадывается, что кто-то мог забрать вышку. Минус башка у него. Минус вторая башка. Че думали, они самые умные, что ли, руферы на этом районе? Я сейчас им покажу, кто-то самый умный руфер. Что ты делаешь? Это я, это я, я извиняюсь. Я пытался с ними поговорить, но разговаривать они со мной не стали. Позже я покинул эту вышку, когда они перестали подниматься на крышу и отправился крафтить ракеты. И в этот же момент они снова пробахали свою вышку. Мы потеряли башню. Мы потеряли башню. Прежде чем идти их рейдить, у меня появилась гениальная идея. Мне нужно было провести камеру, чтобы записывать это на втором компьютере. И как минимум, чтобы я мог следить, где находятся противники вдоль забора. Но у них на вышке уже сидел челли, который стрелял по всем бомжарам с болта. Да, он на крыше сидит. Он на крыше на той вышке сидит. Отстраивал я, значит, вышку, чтобы поставить туда камеру. И в моей голове произошло озарение. Я понял, что у них вышка стоит всего на одном фундаменте. То есть ее можно было снести за две сишки. Я придумал, что сделаем сейчас. Он вышку обратно забрал. Знаешь, что сделаем? Я сейчас приду и снесу ему вышку под ноль. Приду, сишки на фундамент накину и... Вышка под ноль? Да. План был настолько гениален и прост, что мне нужно было всего лишь в скрафте 4 сишки, чтобы избавиться от двух вышек, которые находились рядом. Смотри, видишь эту вышку? Ты видишь эту вышку, Илья? Дима, я их ненавижу. Каждый раз, когда я тут на речку приходил с калистрами, он меня убивал. Вот он. Давай, 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 отходи, отходи. Вот он фундамент. Отходи, 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 отходи. Снос под ноль. Смотри. Пи-пи-пи-пи-пи. Опа! Ремоут. Где болт? О, болтик. О! Он с другой вышки. Сейчас сносим его, сносим, сносим. Я бегу пушить. Я не знаю, куда я попал. Он спрыгнул, он спрыгнул вниз. Фигачил. Да-да-да, все-все-все. Убили его. Гонщик. Да, гонщик нелегальный. Он заборный. С болтовкой, да? Да. Слушайте, давайте у них выборим фундамент этот. В целом, можно просто застроиться вот здесь и выборить его. Но это надо бурб нести из дома. А у нас его нет. И знаете, ребята с этого домика были не очень этому довольны. Смотрите, как мы их рейдим. Папа! Он, он недоволен, слушаешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И дабы ничего не выдумывать, камеры я решил поставить на этой вышке, которую мы взорвали. Она как раз находилась на той вершине, которая бы позволяла захватывать всю их территорию. Двое сюда летят, что ли? Дима, к тебе летят. Убил одного! Ха-ха-ха! Минус коптер! Минус коптер! Минус коптер! Да там и минус чел. Вышка! Дал хит. Как только мы окончательно подготовились, мы созвали наших жителей отеля. И были готовы уже выносить эту территорию вместе. Короче, смотрите. Луна, Луна, ты как больше всего фармил, держи, это тебе. Давай. Так, и кто там крошек еще с веру фармил, держи. Тогда у меня три строчки места. Бери, бери, бери. Смотри, и глобус держи, я тебе тоже доверяю. Парни, нам себе кому надо. Пойдем за мной. Короче, перезаряжаем базуки. Мы идем рейдить типов, которые постоянно к нам прибегали. Я стрельну и глобус, давай. Мы в твоем стрельнем. Все остальные, у кого нету базук, прикрывайте, смотрите, все о нем онлайне. Рейд онлайне. Он под скалой. Нет, нет, нет. С твоей стороны. Понял, принимаю, сейчас заберу его. Забрал? С этой стороны рейдим, ребят. Вот, отсюда, поехали. Одну ракету еще стреляй. Да. Достреливайте. Турелей нет. Заходим внутрь. Заходим внутрь, лупим сюда. Заходите внутрь, зайдите внутрь. Рвем дальше. Минус ветряки. Рвем дальше. Работаем, работаем. Еще осталось немного. Взорвал. Взорвал кого-то. Дорываем. Город. На территории. Хорош. Уничтожено все. Минус электроника. Шкаф открыто. Последнее. Открыто. Хорош, он хотел переносить все. Плицы. Три тысячи тканей. Тут просто, тут миллиард лута, ребят. Миллиард тканей. Смотрите, сколько тканей, мужики. У нас тканью проблем просто никогда уже не будет. Ох, ни хрена себе. Лутаем, лутаем потихоньку, лутаем. Оф нау турели, все, минус турели. Я рыбу лутаю. Да лутывайте, да лутывайте шприцы, все, да лутывайте. Лут с этого рейда мы переносили небольшими отрядами. Одни носили, другие прикрывали остатки. Это тоже. Все, мы можем меняться, ребят. Я ухожу. Вы можете уходить. У меня ткани. Руф-руф-руф-руф-руф-руф. 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 Все, ребят, плутайтесь, нахилки. Луна, возьми. И знаете, не только мы были рады этой победе. К нам даже подбегали иностранцы, которые говорили спасибо, что мы их выселили. Сливайте. Это чип. Нет проблем. Эй, приди, приди, приди. Я не убью тебя. Кто ты, мой друг? Ты живешь здесь, в этой базе? Я не русский. Я в этом. База, я не могу говорить. Это не я. База для Янг. Да, да. Это не лиф. Это не лиф. База для... И-21. Да, этот парень ров-кемпер. Правильно? Да, да. Мы просто помогаем тебе. Ты можешь потерять что-то, если хочешь. Ты можешь потерять что-то. Не убивайте этого парня. Дайте ему что-нибудь забрать. В зимних хазматах бежит. Бегут, бегут слева. Слева много, три. Может, больше. Еще есть. Стой, 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 стой. Too much enemies. И сказать честно, эта битва продолжалась огромное количество времени. Нас пытались прижать со всех сторон, но у меня были камеры, на которых я постоянно видел противников. И я реально советую вам ставить камеры на рейде, потому что это действительно имба. Три китая ему дал, он убил. Убил его. Под забором, тип. У меня. Ого, у вас тут. Я советую бежал. Убил. Этот рейд мы победили, а наши постояльцы заслужили секретный приз. Вкусную и нежную картошечку. Поздравляю, ребят. Это большая победа. Знаете что, подходите, у меня к вам есть приз вообще. Так, это вам за работу. Это вам за работу. По очереди, ребят. Горячая картошка. Кукуруза. Чурчхела. Горячая картошка. Хаваем, ребят. Держите. Всем просто картошки. Арбуз, держи, тоже поешь. Но это был еще не конец. Предатели продолжали к нам запрягивать на территории и убивать моих постояльцев. И тогда я понял, что нам нужно сделать для спокойствия. Нам нужно было зарейдить их дом. А еще я нашел место, как они к нам попадают. И все это было довольно просто. Они приезжали к нам на лэпи. И тогда в моей голове появилась идея. А что если они живут прям возле него? Нельзя. И тогда я решил туда сбегать и посмотреть, какие домики там стоят. И в этом лесу был один единственный домик. Вот это кибитка 2 на 2. И тут я понял, что потенциально они могли бы здесь жить. Походу я нашел их дом. Я только что их встретил. Я видел, куда этот чел бежал. Вот именно вот этот я видел, куда он бежал. Там акулы бывают, прикинь. И простояв снова огромное количество времени на крафте, я наконец-то смог выбить 20 ракет. А почему так много, если там домик был каменный? Так вот, пока мы крафтились и фармились, они улучшили дом в МВК. И тогда все пазлы сложились. А мы лестницы не взяли еще. Гантрап. И когда он меня взорвал, все окончательно встало на свои места. Мы действительно нашли их базу. Они смогли застроить свой домик, но у нас хватало ракет, чтобы снести его под ноль. Че, куда лупим? Да, вот сюда. Не надо, дядя! Давай. Иди. Давай с краю лучше. Обахнулся. Отходи. У меня хп мало. У меня хп мало. Угу, такая же фигня. Ну, спрыгивай. Переносит по дверям, бегает. Минус один потолок. Отойди. Понял. Минус потолки. Он здесь. Он здесь. Он в дверях сидит. Туда, бахай. Бахаю. Еще. Я выписал его. Выписал со шкафа. Бахаю, next. Оно взорвалось. Стой. Еще есть еще? Сейчас скинь. Отлично. Ну, я добахиваю, короче, да? Да. Все, ракета ластовая была. Уничтожил. Он деспаунит, он деспаунит. Он меня взорвал. Убил его, убил его, убил его. Деспаунит, у тебя тут спалка есть. И мы действительно были правы. Аладушек играл вместе с ними. Мы его полностью зарейдили и решили застроить, чтобы больше он на нашу территорию не прибегал. Так мы наказали предателей. И на нашей заправке больше никто не появлялся. Наши жители могли спокойно выживать и создавать свои истории. А после мы все это запечатлили и повесили фотографии в рамочке, которые находились на нашем домике. Все, ребят, спасибо за вайп. С вами было реально весело. Мы отель продлим еще. Тем более выйду я, но Илюха, скорее всего, там, я не знаю, играет еще. Спасибо вам большое за вайп. У вас с вами реально прикольно. Все, ребят. Когда ролик выйдет новый? Пока. Скоро. Так, этот долгий видос подошел к концу. И надеюсь, он вам понравился. И самое главное, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, ведь я действительно старался. И не забывайте участвовать в большом розыгрыше ВКонтакте. А еще огромное спасибо хотел бы сказать этим ребятам. Без вас у меня бы не получился такой насыщенный видик. И самое главное, не поступайте как Аладушек. Иначе мы к вам придем. Будьте добрее друг к другу. И не предавайте тех, кто пытается вам помочь.